Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рад предложить вам разговор об интеллектуальной частной собственности. Тема одна из самых больных и самых важных. И именно этой проблеме, проблеме противоречий развития, ограничения, может быть, и уничтожения, отказа от интеллектуальной частной собственности, мы посвятим сегодняшний разговор. Я хотел бы, прежде всего, сказать несколько слов в качестве введения, потом рассказать о проблеме монополизации всеобщих благ как основе интеллектуальной частной собственности, сформулировать аргументы про и контра и показать, как можно двигаться в сторону экономики общественных благ, как экономики, где нет частной собственности и рыночного эквивалентного обмена. Вот об этом будет наш разговор сегодня. Но сначала о собственности. Прежде всего, собственность – это общественное отношение. Отношение, возникающее между людьми и соединяющее в себе экономические и правовые стороны. Это стык экономики и права. И как таковая собственность всегда де-факто на практике существовала, существует и в некоторой перспективе будет существовать. И в рамках этого контрапункта экономики и права мы будем рассматривать проблему собственности сегодня. У собственности есть содержание. То, как, через какое производственное отношение, посредством какого производственного отношения осуществляются важнейшие правомочия. Осуществляется присвоение, использование и распоряжение того блага, который является объектом собственности, того отношения, в которое вступают люди по поводу присвоения, распоряжения и использования блага. В современной институциональной теории система отношений собственности рассматривается главным образом, через призму форм или прав собственности. И эта теория предлагает идею пучка прав собственности. Вот так как венчик, представьте себе, метелочку, где много отдельных веточек, из которых кладывается этот веник и каждая метелочка, это определенная правомочия. Вот таких целая дюжина в рамках новой институциональной теории, но в эти детали уходить не буду. Для нас с вами важно, что у этой собственности есть формы, о которых я буду говорить на языке политической экономии, не на языке институционализма и тем более не на языке права. Подчеркиваю, на языке политической экономии. Рассматривая их социально-экономическую сторону этих форм собственности, и точнее даже классифицируя их по политэкономическому критерию. А именно, по продвижению от максимально частной системы отношений присвоения к максимально социализированной системе отношений присвоения, максимально общественной. И в этом случае мы можем зафиксировать следующие формы собственности. Это важно, мы об этом будем говорить, и использовать эти формы при анализе интеллектуальной частной собственности. Итак, частная собственность, основанная на собственном труде, предельно исторически простая форма частной собственности. Частная собственность, основанная на наемном труде, типичный вид капиталистического предприятия, именно он является господствующим сегодня. Это частная собственность, принадлежащая отдельному лицу, затем трансформируется в частную собственность акционеров, которые также используют наемный труд. В определенных случаях может возникать собственность работников как акционеров, или же коллективная собственность, или же кооперативная форма собственности, где работники являются собственниками совместного богатства, имущества. Государственная форма собственности, где главный вопрос – это вопрос о том, чьи интересы реально экономически реализует государство. Работает оно на интересы крупного капитала, на интересы бюрократии, или на интересы общества в целом. Лекцию о государстве в условиях современной рыночной экономики, я вам, думаю, прочту позже. Или Андрей Иванович Колганов это сделает. Еще более социализированная собственность, собственность общественных организаций, экологических, профсоюзных и так далее. И, наконец, всеобщая собственность, или собственность каждого на все. Пространство, где каждое благо принадлежит каждому, или где все принадлежит каждому. Собственность каждого на все. Такая собственность существует в пространстве культуры, не ограниченной интеллектуальной частной собственностью. И вот об этом мы будем говорить с вами особенно подробно. При этом внутри этих форм могут быть скрыты очень разные содержательные экономические отношения. За частной собственностью может скрываться отношение личной зависимости, крепостничества, рабства. За государственной собственностью может скрываться отношение азиатского деспотизма. Может скрываться использование общественных ресурсов для интересов капитала посредством государства. Когда, например, за бесценок раздается государственная собственность, приватизируется или наоборот частная собственность национализируется, но при этом частному собственнику выплачиваются ресурсы, деньги гораздо большие, чем стоит его частное предприятие. Как правило, так поступают с предприятиями, находящимися на грани банкротства или предприятиями банкрота. Из общественных денег, бюджета частнику платят большие средства. Может быть ситуация, когда государственное предприятие работает, передавая продукцию частникам на предельно льготных условиях. Много возможностей, как государственная собственность может работать на капитал. Может работать она и на интересы общества в целом. Вот это надо иметь в виду. Равно как и то, что существует многообразие переходных форм, соединяющих в себе черты и частной, и государственной собственности или какие-то еще переходные формы. Теперь перейдем в пространство, которое является непосредственно предметом нашего анализа после этого вступления. Посмотрим на интеллектуальную собственность в сфере информации. Прежде всего, определение информации и знания я хочу дать по принципу взаимодополнительности. Это не строгое определение, это скорее характеристика, которая позволит с этими понятиями работать нам с вами, не углубляясь в дебри философии, теории информации, теории систем и так далее. Мы информацию определим как опредмеченное знание, а знание как персонифицированную информацию. И дальше так и будем работать с этими понятиями. При этом информация, равно как и знание, это благо, которое не ограничено. Знание можно передавать до бесконечности, и от этого вы его не потеряете. Если вы знаете, что 2 плюс 2 – 4, то обладание этим грандиозным и фантастически значимым знанием не может быть поколеблено тем, что вы про эту тайну мироздания расскажете своим товарищам. Если я вам прочитаю лекцию про интеллектуальную частную собственность, из этого не следует, что я эту лекцию забуду после этого навсегда. Но если я вам подарю ручку, вот представьте себе, что я ее вам подарил, я ее потеряю. Если я ее продам, я ее тоже потеряю. Вот в отличие от ручки, информация не исчезает. И отсюда знаменитое правило левых – все, что можно раздавать, не теряя, не должно продаваться. Еще раз, все, что можно раздавать, не теряя, не должно продаваться. Действительно ли не должно или нет, мы с вами сейчас будем обсуждать. Но принципиально важно то, что можно раздавать, не теряя. Информация – это благо, которое можно раздавать, не теряя. Нет ограничений. Главный постулат неоклассики – экономика, это наука об эффективном использовании ограниченных благ рациональным индивидам – здесь не работает. Ограничения благ нет, если нет интеллектуальной частной собственности. А вот если ограничения есть, то тогда мы восстанавливаем в правах все аксиомы неоклассики, все аксиомы экономикс. Однако ограничение это создается не физическими пределами. Вот этой ручкой писать может только один человек. Вдвоем, втроем, вчетвером писать невозможно. А с информацией можно, одну и ту же информацию может использовать неограниченное количество акторов. Людей, фирм, организаций, чего хотите. Вот это принципиально важно. Поэтому давайте мы зафиксируем еще один момент. Что знание, вот это персонифицированная творческая деятельность, и, соответственно, информация – это продукт творческой деятельности, а предмеченный в каком-то носителе книги, памяти компьютера, еще где-то, неважно. Вот это все является продуктом творческой деятельности. Творческая деятельность по определению является общественно необходимой, всеобщей. И вот это мы должны запомнить в качестве исходного пункта. Далее мы должны запомнить еще несколько важных вещей, которые, однако, уже являются не аксиомами, а теоремами. Их следует доказывать, а я вам их доказывать не буду. Я вам хочу предложить самим подумать, как их доказать. Проиллюстрирую лишь те теоремы, которые я вам предлагаю. Итак, на мой взгляд, в большинстве случаев, я подчеркиваю, не всегда, а в большинстве случаев, соотношение меры творчества и меры развития рынка обратно пропорционально. Чем больше креативность, тем меньше рынка. Чем больше рынка, тем меньше креативность. На первый взгляд, все выглядит совсем наоборот. То, что самый креативный – это креативный бизнес. Что может быть креативнее, чем шоу-бизнес? Что может быть креативнее, чем модная рок-группа? Что может быть креативнее, чем показ мод или деятельность моделей? Что может быть креативнее, чем деятельность маркетолога? Что может быть креативнее, чем деятельность пиарщика, чем деятельность финансиста, брокера и так далее и тому подобное. Ну вот данный тезис я хочу подвергнуть сомнению и сказать, что на самом деле ситуация немножко иная. Если мы посмотрим на массовое индустриальное производство, где наиболее распространен рынок, то мы заметим, что в массовом индустриальном производстве происходит копирование некоторых образцов. И здесь мера креативности минимальна, а мера развития рынка и частной собственности максимальна. Если мы посмотрим на инженерную творческую деятельность, на деятельность научно-исследовательских в сфере неокр, научно-исследовательских опытно-конструкторских разработок, прикладной науки, в сфере не самого высокого искусства, коммерчески ориентированного образования и так далее, то мы заметим здесь определенный баланс креативности, который отчасти есть, отчасти нет, и творчество, тем самым есть отчасти, отчасти нет, креативность, творчество синонимы. А с другой стороны, в этих сферах, с одной стороны, развита рыночная форма, частная собственность, с другой стороны, активно действует государство, поддерживая инновации, прикладную науку, и даже коммерческое образование, как правило, получает поддержку со стороны государства. Если же мы обратимся к таким сферам, как фундаментальная наука, высокое искусство, но тот же телеканал «Культура» при всех его недостатках, который не имеет рекламы, если мы посмотрим на деятельность общественных университетов, общественных клиник и прочее, то мы заметим, что здесь мера развития рынка минимальна. Он есть, но играет малую роль. А роль творчества максимальна по сравнению с другими сферами деятельности. Вот здесь, мне кажется, появляется своего рода обратно пропорциональная зависимость. Не столько количественная, сколько качественная. Чем больше развивается креативность, тем меньше нужен рынок. Почему? Вот давайте посмотрим на это через призму тех сфер, где наиболее активно используется сегодня интеллектуальная частная собственность. Сфера информационных технологий. Казалось бы, именно здесь она должна господствовать. И в общем так и есть. Но и здесь есть дилемма. Дилемма, где интеллектуальные продукты передаются человечеству бесплатно и без ограничений. То есть дилемма двух принципов. Принцип номер один. Блага передаются человечеству бесплатно и без ограничений интеллектуальные. И вариант номер два, модель номер два. Интеллектуальные феномены продаются и отчуждаются, превращаясь из частной собственности одного в частную собственность другого. Простейшая дилемма, пример такой дилеммы, это альтернатива Linux и Microsoft. Linux это бесплатное программное обеспечение, которое широко используется во многих современных информационных технологиях. Я не специалист в этой сфере, мои коллеги подсказывали, как именно это происходит. Если вы с этим знакомы, напишите, я вам буду благодарен. Еще один пример – целое общественное движение, которое существует уже не один десяток лет. Я впервые познакомился с его представителями на Всемирном социальном форуме в 2002 году в Бразилии. Но это движение преимущественно высоких интеллектуалов, высоколобых интеллектуалов, улыбнемся самим себе, живущих в Америке, в Индии, в Европе, в России, движение за бесплатное программное обеспечение. Они считают, что все программное обеспечение должно разрабатываться бесплатно, программисты должны получать достойное, но не сверхвысокое финансирование из общественных фондов, которые могут формироваться за счет средств государств, добровольных пожертвований на основе краудсорсинга, краудфандинга и других общественных механизмов. Наиболее яркий пример на распространении информации без ограничений и бесплатно – это Википедия и другие ресурсы, которые открыты и на которых даже нет рекламы. Или где реклама играет минимальную роль и не обеспечивает финансирование этой информации, производство и распространение этой информации, поддержание информационных ресурсов. Феномен, который таким образом живет, получил название «Викиномики». Существуют соответствующие книги на эту тему, огромный объем статей, особенно англоязычных, существует критика этого феномена, тем интереснее исследование этого явления. Наряду с копирайтом, который фиксирует интеллектуальную частную собственность отдельных лиц, особенно в сфере писательства всяческого, существует режим копилефт. Вот для нас, ученых, которые пишут книги и статьи, или для создателей художественных произведений, наверное, это одна из самых интересных проблем. Копилефт предполагает режим, противоположный копирайту. То есть в этом случае вы не имеете права продавать и покупать продукт, который зафиксирован в режиме копилефт. Если вы написали некоторый текст и поставили копилефт, то любой может его получить и передать кому угодно, в любых масштабах, бесплатно и без ограничений. Но если вы вздумаете этот продукт продать, вы попадете под суд, как в случае воровства. Вот такой интересный режим, запрещающий коммерческое использование интеллектуальных благ. Так, существует пространство экономики подарков, где вы дарите ресурсы. Об этом я хотел сказать специально. Вот это пространство экономики подарков – это то, как работает значительная часть образования, во всяком случае в общественном секторе. Каждый из участников образовательного процесса дарит всем остальным знания в меру своего таланта, в меру своих способностей, образованности и всего остального. Вот я стремлюсь подарить вам как можно больше из того, что я знаю. Если вы не хотите эти подарки принимать, не приходите на лекции, не слушаете, вам это неинтересно, я несчастен. Если вы эти подарки принимаете, то я счастлив. Чем больше вы приняли подарков, тем выше мое счастье. Собственно, весь этот факультатив организован для того, чтобы я получил кучу удовольствия от того, что вам нужны мои подарки. Ну, раз вы приходите, значит, для чего-то вам нужны. Соответственно, когда вы мне задаете какие-то вопросы, критикуете, поддерживаете, дополняете чем-то, вы дарите мне свои подарки. Я уже говорил, что любой студенческий семинар основан по принципу gift economy, дар-удар. Это, кстати, дар-удар – это сайт, в том числе для материальных ресурсов. Но в пространстве информации и знаний он особенно хороший, этот принцип gift economy. Существует режим открытых инноваций, ну и много других конкретных форм, в которых реализуются механизмы собственности каждого на все. Но в сегодняшнем мире господствуют интеллектуальные частные собственности. Вот давайте перейдем к вопросу о том, почему. Ну, важнейшее основание рыночной экономики предполагает наличие интеллектуальной частной собственности. Этот тезис и верен, и не верен, потому что действительно частная собственность, обособленность производителей, создающих благо, находящиеся в собственности того, кто его создал, ну, точнее, того, кто является его владельцем, потому что создателем, скажем, стоимости и товаров в капиталистической экономике являются наемные рабочие, а владельцами – собственники капитала. Но формально, с точки зрения собственности, и средства производства, и рабочая сила работника принадлежат капиталисту. Поэтому и товар, который создается наемным работникам, принадлежит капиталисту. Поэтому получается, что программное обеспечение создает Билл Гитц, они его разработчики. Автомобили создает Форд, а не фирма Форд, а не рабочие инженеры, ну и так далее. Итак, для рыночной экономики адекватная частная собственность везде, в том числе в сфере интеллектуальных продуктов. Хотя, рыночная экономика очень активно использует режим собственности каждого на все и пользуется огромным количеством бесплатных благ, которые она коммерциализирует. Но об этом как-нибудь отдельно. Итак, основные аргументы в пользу интеллектуальной частной собственности. Основной аргумент, который кажется неубиенным. Интеллектуальная частная собственность господствует, и это значит, что она доказала свою эффективность. Посмотрите, сколько инноваций создано сегодня на базе интеллектуальной частной собственности. Компьютер, которым мы сегодня пользуемся. Продукт интеллектуальной частной собственности. Любой из этих девайсов интеллектуальная частная собственность. Boeing интеллектуальная частная собственность. Ну и так далее. В этом есть, правда, некоторая толика неправды. Ибо и в Boeing, и в компьютере, и в любом таком продукте воплощено огромное количество общественных благ. Любой из конструкторов программного обеспечения или железа для компьютера использовал все, что он получил из математики, физики, от своих учителей. Он использовал в любой сфере, вплоть до языка. Он использовал огромное количество продуктов, которые бесплатно и принадлежат всем. Но, тем не менее, непосредственным стимулом является интеллектуальная частная собственность. И ее сторонники считают, что она доказала свою эффективность. Далее, интеллектуальная частная собственность создает стимулы для предпринимателя. То есть, создаются стимулы для того, чтобы интеллектуальные разработки использовать в экономике, для того, чтобы получать стоимостной результат. Кстати, обратите внимание, результатом экономическим, денежным результатом продажи интеллектуального продукта является не прибыль, но главным образом интеллектуальная частная собственность. То есть, стоимость интеллектуального продукта, в цену интеллектуального продукта будем строже. В цену интеллектуального продукта входит погашение сдержек, входит прибыль от производства этого продукта, именно производства, не разработки. И рента, которую вы получаете, потому что вы являетесь собственником интеллектуальной частной собственности. Вот в стоимости большинства лекарственных препаратов сложных основное слагаемое – это не сдержки на производство, а двоякие издержки, издержки на охрану интеллектуальной частной собственности, чтобы не украли патент, издержки на рекламу и основной компонент – это интеллектуальная рента. Вот эта интеллектуальная рента создает мощные стимулы для предпринимателя заниматься инновациями, мобилизовывать творческую деятельность и продавать эту продукцию на рынке, не консервируя где-то. Считается, что интеллектуальная частная собственность создает стимулы для разработчика. Ну, в самом деле, если вы получаете собственность на свой продукт, будучи творческим работником, здесь прямой денежный стимул этим заниматься. Однако в большинстве случаев интеллектуальные творческие работники являются не фрилансерами, которые создают продукт, собственностью на которой они обладают, они в большинстве случаев являются наемными работниками корпораций. Будучи наемными работниками корпорации, они получают высокую заработную плату, но собственниками интеллектуального продукта не являются. Собственниками труда программистов являются корпорации Microsoft и в частности Bill Gates, но не работники, которые эти программы пишут, используя весь свой творческий потенциал. Ну, и, наконец, считается, что интеллектуальная частная собственность создает основы для ответственности разработчика, гарантии качества, отсюда бренды и тому подобное. Я был бы не я, если бы не сформулировал на несколько аргументов в пользу интеллектуальной частной собственности, в разы больше аргументов против интеллектуальной частной собственности. Ну, вот так устроен Бузгалин и специфика его курса. Единственное, что меня оправдывает, что аргументов в пользу интеллектуальной частной собственности в работах, которые посвящены этой теме, сформулировано гораздо больше, чем даже в моих контраргументах с критикой этого феномена. Итак, главная проблема интеллектуальной частной собственности с точки зрения непосредственного использования этих продуктов состоит в том, что она затрудняет, в ряде случаев ограничивает или вообще запрещает доступ к продуктам интеллектуальной деятельности, доступ к продуктам человеческого творчества. В самом деле, для большей части человечества высококачественные медицинские препараты недоступны. Они просто не могут их купить. Ну, вот я приведу маленький пример. Набор лекарств от ковида, но они не вылечивают, но все-таки помогают его переживать с наименьшими потерями, стоят примерно 20 тысяч рублей в России. Это я покупал, будучи пенсионером, не для себя, а для своих товарищей. Кажется, не такие уж большие деньги. Но если учесть, что в России 30 миллионов человек имеет месячный доход меньше 20 тысяч рублей, а еще надо есть качественные продукты питания, поддерживать определенный режим, человек не ходит на работу и получает минималку по бюллетеню. То есть даже меньше 20 тысяч рублей, 12 тысяч рублей. А если в семье болеют двое взрослых и двое детей? Хорошо, если еще нет тещи или мамы свекрови, да? А работает двое. В результате 24 тысячи рублей две минималки и 80 тысяч потратить только на лекарства. Что делать? Ничего не делать. Пить стандартный антибиотик, аспирин и парацетамол, как прописывают врачи, которые приходят к тебе из поликлиники. Выживешь хорошо, не выживешь – твои проблемы. А если ты живешь не в России, стране полупериферии с относительно высоким ВВП на душу населения, а принадлежишь к двум миллиардам жителей Земли, которые имеют всего несколько долларов в день, то есть где-нибудь 100 долларов, а то и 50 долларов, 60 долларов в месяц, это значит, что вообще не иметь возможности воспользоваться этими лекарствами. То же самое касается, скажем, современных качественных семян. Почему отстает сельское хозяйство стран периферии? В Латинской Америке, Африке, Индии, да и России в значительной части. Прежде всего потому, что значительная часть крестьянских хозяйств не может воспользоваться современными семенами или современными породами скота. Они очень дороги. Почему они дороги? Потому что главная слагаемая цены семян – это интеллектуальная рента. В результате главное, что тормозит развитие сельского хозяйства в Латинской Америке или в Африке или во многих странах Азии – это интеллектуальная частная собственность. А отнюдь не специфика чего-либо, типа климата или каких-то других условий. Вот это очень важный компонент интеллектуальной частной собственности. Второй тезис – интеллектуальная частная собственность увеличивает общественные издержки. Она требует очень больших затрат на то, чтобы, во-первых, специфицировать вот эту интеллектуальную частную собственность, а во-вторых, ее защитить. Интеллектуальную частную собственность зафиксировать, запатентовать, оградить от других изобретений, отличить от других изобретений – это большие издержки. Но гораздо большие издержки состоят в том, чтобы интеллектуальную частную собственность защитить. Вот в России 90-х годов программное обеспечение для компьютеров покупало меньшинство. Большинство пользовалось, скажем так, бесплатно полученным, неопределенными путями программным обеспечением. Я не хочу сказать плохих слов о тех, кто его использовал, ведь это было большинство граждан нашей страны. Почему? Потому что в такой бедной стране, как Россия, тогда профессор получал 30 долларов в месяц, заставить людей покупать интеллектуальные продукты было очень сложно. Было проще смириться с тем, что интеллектуальную частную собственность никто не уважает, и все используют скачанное у приятелей программное обеспечение, взломав все ограничения, чем охранять эти интеллектуальные права, да еще в условиях диффузии институтов, то есть неопределенности прав, сложности действий судов и так далее в России, и низкого уровня доходов граждан. Сегодня ситуация несколько изменилась, хотя не абсолютно. Итак, на защиту интеллектуальной частной собственности уходит очень много средств, ресурсов и так далее. Общественные издержки увеличиваются, говоря на языке современного институционализма, нового институционализма, извините, не современного. Здесь велики оппортунистические издержки и транзакционные издержки. Далее. Очень важно иметь в виду, что интеллектуальная частная собственность направляет деятельность креатора, работника в сферу коммерции, инициируя приоритетное развитие того, что я назвал превратным сектором и рынком симулякров. Мы с вами в рамках нашего курса об этом уже не раз говорили. Наиболее талантливые художники, программисты, дизайнеры, ученые, инженеры идут работать в сферу маркетинга, пиара, финансов, посредничества и так далее. Одна из самых развитых сфер сегодняшней математики – это финансовая математика, где строятся максимально сложные модели для того, чтобы угадать курс той или другой валюты, котировки ценных бумаг и так далее. Насколько это полезная и реалистичная задача – это второй вопрос, но факт остается фактом. Для большинства художников выбор между рекламной фирмой и свободной творческой деятельностью заканчивается в пользу рекламной фирмы. Да и студенты только в последнее время стали ориентироваться не только на такие профессии, как экономист, менеджер, финансист, юрист, политолог и так далее, занимаясь чем-то другим. Хотя до сих пор, скажем, главная сфера, наверное, которой должна быть посвящена человеческой жизни, сфера педагогики, находится по приоритету выбора высшего образования на одном из последних мест. Коммерциализация творческой деятельности, ее подчинение рынку является одним из важнейших следствий развития интеллектуальной частной собственности. Есть очень интересный вопрос. Насколько бренд, интеллектуальная частная собственность стимулирует качество, насколько она фальсифицирует качество. Мы с вами на прошлой лекции говорили о том, что бренд, он содержит в себе два слагаемых. Одна часть, ну условная часть, одна составляющая бренда, это и качественная, и количественная симуляция, знак, ценность которого формируется при помощи рекламы, пиара и всего остального, при помощи манипулирования. Другое слагаемое, это действительно более высокое качество товара, более высокие потребительские свойства, более высокое качество производства. Вот в той мере, в какой бренд является симулякром, в этой мере интеллектуальная частная собственность, фиксирующая бренд, является способом обмана, я не боюсь этого слова, тех, кто его использует. Наконец, есть очень интересная проблема интеллектуальной частной собственности, противоречие с точки зрения законов рынка. Ибо, с одной стороны, интеллектуальная частная собственность, если она становится абсолютной, создает абсолютную монополию. Представьте себе, что вы создали первый компьютер, и патент на все принципы его функционирования в ваших руках, и этот патент не имеет временных ограничений. Далее, вы являетесь абсолютным монополистом производства компьютеров. Все остальные могут либо придумать нечто совершенно другое, либо вы будете всегда получать интеллектуальную ренту. Ну, скажем, если вы запатентовали принцип полупроводника и производство полупроводников. Ну, или еще что-нибудь в таком же духе. Я приводил уже пример, приведу его еще раз, с патентом Пастера на пастеризацию. Он придумал способ сохранения продукции при помощи пастеризации, запатентовал его, и тут же позволил всем использовать этот патент без какой-либо компенсации и сдержек. Почему? Прежде всего, потому, чтобы избежать тех ограничений, о которых я сейчас говорю. Итак, с одной стороны, интеллектуальная частная собственность будучи доведена до абсолюта, создает монополию, то есть подрывает рынок. С другой стороны, она является условием и основой рынка. Это фундаментальное противоречие интеллектуальной частной собственности, которая разрешается за счет такого очень формального компромисса. Патент держится несколько лет, и по мере устаревания он юридически и фактически исчезает. Наконец, нет, не наконец, предпоследний пункт. Интеллектуальная частная собственность в большинстве случаев является стимулом не для креативного работника, а для предпринимателя. И, соответственно, креатор подчиняется предпринимателю, и интеллектуальная частная собственность создает систему подчинения творческого труда, даже личности труда, творческого работника хозяину, собственнику капитала. Творец попадает в зависимость от собственника интеллектуальных продуктов. В ряде случаев творец просто не может воспользоваться интеллектуальными ресурсами, которые необходимы для его творческой деятельности, не вступая в число наемных работников фирмы или не отсищая большие средства для того, чтобы приобрести этот интеллектуальный продукт. Одна из смешных и не самых главных, но тем не менее довольно болезненных форм этого ограничения, трудностей деятельности даже ученых-экономтеоретиков, которые для того, чтобы пользоваться современной литературой, которая публикуется в западных журналах, если они не входят в институциональную подписку, должны тратить десятки долларов на приобретение статьи, и иногда до 100 долларов на приобретение книги, при зарплате в 300 долларов, вы сами понимаете, это крайне сложная задача. Тем самым значительная часть информации просто отсекается и становится недоступной для интеллектуального пространства. Я уже не говорю о студентах, для которых это фактически запретительный барьер. В свою очередь, вы, как производитель интеллектуального продукта, окажетесь тоже в очень сложной ситуации. Я имел неосторожность сам и совместно с Андреем Ивановичем Колгановым, Людмилой Булавкой, опубликовать несколько своих материалов в англоязычных высокорейтинговых журналах, где жестко соблюдаются правила интеллектуальной частной собственности. Теперь выясняется, что несколько копий я могу подарить своим друзьям, но все остальные коллеги, для того, чтобы ознакомиться с моим интеллектуальным продуктом, должны платить по 20-25 долларов за право прочесть 10 страничек текста. Как вы сами понимаете, для студентов это совершенно нереально. Вы можете уважать Бузгальна, но не уверен, что вы захотите заплатить 100 долларов для того, чтобы прочесть несколько его статей, опубликованных в высокорейтинговых журналах. Вот вам конкретные примеры такого рода ограничений. Давайте посмотрим на то, что лежит по ту сторону интеллектуальной частной собственности. На дилемму собственность каждого на все или интеллектуальная частная собственность. Прежде всего, феномен всеобщей собственности, собственности каждого на все, это то, что в гипотезе представлено в экономических и экономико-философских рукописях Маркса, то, о чем много писали советские ученые, шестидесятники, прежде всего философы, Наль Степанович Злобин, Вадим Михайлович Межуев, Библер, Батищев, в меньшей степени Ильенков, целый ряд других. Сегодня этой теме посвящены серии статей Андрея Ивановича Колганова и моих. Можете прочитать об этом в работах Харты и Негри. Словой Жижик об этом много пишет. Я готов перечислить большой спектр такого рода интеллектуальных работ. Очень важно, что существует необычный аргумент в пользу вот этого свободного, открытого доступа, кроме тех, что я назвал ранее. Воспроизводство всеобщей собственности – это процесс распредмечивания. И здесь действует необычное правило. С нормальным продуктом ситуация такова, что чем больше едоков, тем меньше пирог. Тем меньшая доля пирога достается каждому. Вы пришли, в пятером перед вами лежит тортик, давайте не пирог, вы его поделили на четыре части, каждому по большому куску, все замечательно. Пришло восемь человек, порезали на маленькие кусочки, пришло шестнадцать по маленькой дольке. С интеллектуальной частной собственностью иначе. Я произвел интеллектуальный продукт, я его рассказал студентам. Студенты мне задали вопросы, меня покритиковали. У меня стало больше собственности. У меня больше стало интеллектуального продукта. Собственность здесь не очень хорошая категория. То есть, чем больше едоков, тем больше пирог. Таково правило жизнедеятельности творческих продуктов. Они распредмечиваются, они потребляются. Ну и, наконец, существует масса форм социально-экономической организации, которые позволяют использовать режим собственности каждого на все. Это общественный университет, это государственные структуры, временные творческие коллективы и так далее. Не коммерческие организации, не правительственные организации. Я специально хочу упомянуть о проекте Стиглица, Джозефа Стиглица, Нобелевского лауреата. В самой больной области еще до коронавируса, много лет до этого, Джозеф Стиглиц и его коллеги предложили создать общественный фонд, финансируемый самыми богатыми государствами, корпорациями, общественными организациями, общественными фондами. Ну, есть фонды Рокфеллера там и так далее. Фонд, который бы использовался для разработки медицинских препаратов, технологий, оборудования, лекарств. И разработка велась бы по принципу вот этой собственности каждого на все. То есть фонд предоставляет гранты под имя и краткое обоснование проекта наиболее известным, успешным, эффективным ученым, которые занимаются производством вот в этой сфере, точнее научными разработками в этой сфере. Ученые получают деньги, может быть большие деньги, миллионы долларов, отвечая своим именем за результат. Далее полученный результат становится всеобщим достоянием. Он патентуется, получает имя этого ученого, но формула производства этого лекарства, технология производства этого лекарства может быть использована любым производителем бесплатно. Я вам рассказывал про лекарства Бузгалин, коллеги. Вот это лекарство по наружке разработано, типа, дарено всему человечеству, но сохранило имя Бузгалин. Вот это дилемма, про которую я вам специально говорил. Есть открытые сети, о которых я тоже с вами говорил. И я вам рассказывал про переходные формы, которых довольно много. Формы, которые соединяют в себе режим интеллектуальной частной собственности и собственности каждого на все. Вот краудфандинг, краудсорсинг может использоваться по-разному. Может использоваться для создания благ, которые патентуются, может использоваться для создания общественных благ, которые принадлежат каждому. Соответственно, получаются противоречия хомокреатора, о которых мы с вами говорили О том, что он субъект всеобщей творческой деятельности, индивидуалист, наемный работник и собственник человеческого капитала Он мещанин, максимизирующий денежный доход, и он стремится максимально подарить человечеству культурные блага и прочее Про эксплуатацию креативного работника я вам сегодня рассказывать не буду Мы об этом уже говорили А вот о творчестве как стимуле для творчества я упомяну еще раз Если мы отказываемся от интеллектуальной творческой деятельности, то стимулом может быть То, что здесь присутствует на последнем месте, третий пункт, я с него начну, снизу вверх, немножко, не по-русски Социальные гарантии и распределение по труду, которое обеспечивает творцу возможность заниматься этой деятельностью Не создавая при этом интеллектуальную частную собственность Ну, типичный пример это учитель в общественной школе, врач в общественной клинике, профессор в общественном университете Мы получаем заработную плату, она несколько зависит от квалификации, ну, пожалуй, и стажа, да, так сказать Ну, вот сейчас там вводятся дополнительные премии, но еще 20 лет назад и в США, и в Европе, ну, 30 лет назад И поначалу в Российской Федерации была фиксированная зарплата для ассистента маленькая, для доцента средняя, для профессора высокая Собственно говоря, все, дальше ты должен был отработать определенный объем часов и получал свои деньги Ну, некоторое денежное стимулирование было, но играло не главную роль Плюс определенные социальные блага Как профессор ты получал высокий статус, престиж, доступ к хорошей клинике Если вы работали в Соединенных Штатах, в общественном университете, у вас был большой оплачиваемый отпуск, да и у нас двухмесячный Возможность в Штатах поехать раз в пять лет на полгода на стажировку с полной оплатой, куда вы хотите, ну и прочее, да Это переходные формы Их может давать даже социально ограниченный капитализм или социально регулируемый рынок Далее, творчество позволяет стимулировать человека за счет отношений внутри коллектива Рождая энтузиазм или формальное освобождение труда За счет создания новых форм общественной жизнедеятельности Когда вы создаете новые проекты, новые коллективы Вот так работают волонтеры, так работают люди в общественных организациях Спасая там Химкинский лес, или создавая профсоюз, или решая проблемы защиты женщин от произвола мужчин Или решая какие-то другие задачи Ну и, наконец, самое главное Творчество есть само по себе стимул Это та работа, которая интересна, которая создает основания для того, чтобы ей заниматься Заниматься даже если вы не получаете за это дополнительные вознаграждения или вообще бесплатно Вот, кстати, то, что вы делаете, вы как раз участвуете в творчестве, со-творчестве Где труд есть стимул для того, чтобы это делать Вы ходите вечером, вместо того, чтобы развлекаться, отдыхать или зарабатывать дополнительные деньги на факультатив Для вас труд есть стимул для труда Вот такие чудеса ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА